Добрый вечер, господа! Сегодня Альбир на Сумском рынке примерил обстановку, атмосферу, стилистику, формат, который великолепно подходит этому заведению. Сегодня мы ощутили атмосферу, декадантскую атмосферу Великой Американской Депрессии 30-х годов. Такого джаз-кабаре может быть стоит продолжать в этом же стиле? Сегодня в шоу-ресторане Альбир очередная премьера, мюзикл по мотивам знаменитейшего фильма в джазе «Только девушки» Билли Уайдлера. Это что-то из моего детства, Джек Лемман, Тони Кёртис, конечно, Мэрилин Монро. И все это на сцене Альбира. Если вы вдруг решили кому-то выпустить кишки, это совсем не наша забота, мы всего лишь музыканты. Да, музыканты! Куда это вы собрались? Я не люблю свидетелей! Послушайте, это мы будем молчать, как в могиле! Правда? Во-во-во! Лучше молчать в могиле, так надежней! Послушайте... Ну, наверное, это новая вершина, да? Это, наверное, даже круче предыдущих премьер, да? Да, ты знаешь, вот я люблю детей, но младший всегда самый любимый. Родился очередной ребенок в джазе «Только девушки». Друзья, это было шедеврально! Это было классно! Это было круто! Это было с духовым оркестром! Это была великолепная игра 50 актеров! Я признаюсь честно, я случайно попал на это мероприятие. И я был, ну, даже такое слово сказать, я просто был и поражен, и удивлен. Это настолько классно и круто, и высоко, что я даже сейчас не могу такие правильные слова подобрать, чтобы было очень красиво, потому что мне действительно все понравилось. Ребята молодцы! Безусловно, все зависит от шефа, от шефа, душа этого всего. Видно, как он это все сам контролировал, видно, и помогал, и все, принимал участие. Потому что, ну, чувствуется, когда это все единая такая команда. Вот получается вот так классно! Позвольте представиться! Он с Гудфилдинг третий! А я он! Желушка вторая! О, а вы знаете, я здесь на своей яхте рыбку ловлю! Почему сокорчит, мистер Филдинг? Я не та рыбка! То ли грустная, то ли уставшая, то ли серьезная. Вот что? Скорее всего, серьезная. Серьезная, да? Да. Ну, потому что получилось, или потому что можно расслабиться, наконец, да? Есть ощущение триумфа? Есть, просто эта роль была не совсем легкая, потому что брать саму Мэрилин Монро, все ее фишки, можно так сказать, да, сколько лет уже прошло, а шлейф за ней тянется очень долго. Очень тяжело было копировать ее, и вообще образ такой тяжелый, нелегкий. Не, ну один в один же не нужно копировать, наверное, по-своему все-таки, да? Конечно, не нужно, но за основу мы же берем ее. Настолько затронутые какие-то страны, такие тонкие страны души, Все молодые, красивые, наверное, амбициозные. Это, наверное, даже не больше, как на вечеринке. Я думаю, что Сережа, нужно создавать уже какой-то театр определенный. Это будет совершенно другой уровень. Это сегодня почувствовалось, как никогда. Сегодня был пик. Мы были на снег четырех, да? Сегодня был пик. Очень круто, молодцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бизгальтеры. Поэтому все в порядке. Три самых жутко непривычных штуки. Это что-то впереди, что-то сзади и каблуки. А как они с этим? Они же все время с этим, ты понимаешь? Нет, я думаю, если с детства как бы вот так вот, то нормально. Привыкаешь, конечно. Но сложновато поначалу. Мне кажется, женщины это несчастные создания все-таки. Нет, они счастливые. Их надо жалеть, их надо жалеть. Они счастливые, у них есть мужчины. Это действительно память определенного детства. Все мы, девчонки, хотели быть похожи на душечку. И все мы настолько радовались ее вот этому счастливому событию, как она нашла свою любовь, пусть даже не богатую, пусть даже не какую-то ту, что она ожидала в умных очочках и с яхтой. Но это была такая искренняя радость за ее судьбу. Скажите, а как это петь вот под такую мощную духовую группу? Ну, может, почти оркестр, да? Вот как это? Это же, во-первых, это громко, да? Это очень эмоциональный звук такой. Как это? Надо же перекричать его, в общем-то. Не перекричать, а совсем по-другому подать голос. Но это замечательное ощущение. С оркестром поется вообще по-другому, нежели просто включить, грубо говоря, магнитофончик. Очень, конечно, энергично, очень здорово. Очень мне понравилось работать вообще с оркестром. Конец января, начало февраля мы сделаем жестокий романс. Причем мы сделаем жестокий романс с Анечкой Ткач. Золотой голос Украины, и мы специально ждали. Эта идея родилась год назад. Но все-таки ей будет 15. Все-таки не 14. Так вот, она будет главной героиней. Мы ждем вас на корпоративах. Мы ждем вас в первые дни Нового года. Мы ждем вас всегда. И живем вами. Мы любим вас. Это ваш Альберт.